Вопросы скептика. Вопросы скептика. Статистика утверждает, что сегодня крематория есть в 13 городах России. Так насколько все-таки актуален данный вопрос для нашего городка? Или бизнес, может быть, есть бизнес, может быть, как это, не кощунственно звучит, кощунственно звучит в данной ситуации. Итак, сегодня в программе «Вопросы скептика» участвует Николай Голиков, мой коллега, главный редактор «Вятской особой», и, в общем-то, совершенно свой человек на «Эхо Москвы», наш обозреватель. Здравствуй, Коля. Здравствуйте. Вопросы скептика. Задать тон разговора, потому что, ну, не зря, я считаю, что у тебя один из ведущих таких вот наших обозревателей в программе «Особое мнение», так все-таки куда склоняются чаши весов? Зачем нашему городку маленькому крематорию? Нужен ли он? Насколько актуален вопрос? Татьяна, ну, согласись, сам по себе крематорий, безусловно, ну, наверное, нужен, да? Есть много вещей, которые, наверное, нужны. Ну, как нет, ну, как в хозяйстве домашнем, да? Можно ведь это купить, можно не купить, там, что-то можно поставить, угол, может, что-нибудь другое. Но вопрос в том, насколько актуально вот сейчас, насколько он нужен именно сейчас, почему речь пошла о нем именно сейчас. Ну, есть и тут частное дело, частные деньги, но... Слушай, да даже дело не то, что частные деньги. Получается так, что мы развиваем город как по случаю, подвернулись бабосы, давайте мы построим что-нибудь здесь, да? А подвернулись другие, построим что-нибудь здесь. Но это тоже не совсем правильно все-таки. Город должен развиваться в плановом порядке. Должны в первую очередь решаться актуальные вопросы, и бабосы привлекаться, деньги привлекаться именно под эти вопросы, да? Скажем так, нам нужно спортивное сооружение, давайте будем строить спортивное сооружение. Они нам нужны, это однозначно. Николай, ну, здесь о бюджетных деньгах речи не идет. Да дело не в этом, даже привлекая инвестиции, мы же привлекаем их планово, мы же не привлекаем сюда, скажем, кого попало, лишь бы только деньги были, да, мы должны развивать город в плановом порядке. И вот здесь для меня вопрос удивительный, почему вдруг, почему вдруг, вот, да, ни с того ни с сего, пять лет я ни разу не слышал этого слова ни в одной из речей нашего городского руководства, а здесь получается так, что подвернулся какой-то случай, или вдруг возникла какая-то тема такая непонятная нам, да, и нам говорят, ребята, ура, в городе Кирове будет крематорий, да, и все рады, все аплодируют. Вот это меня крайне смущает. Николай, ну почему, по-моему, этот ответ на поверхности, почему? Ритуальный бизнес, ну, весьма прибыльный, теневой бизнес. Ну, в том-то и дело, что, понимаете, вот, если бы этот бизнес был открытый и прозрачный, тогда бы вопросов было мало. Но то, что этот бизнес очень сильно уходит в тень, это всем понятно, и даже вот сейчас Москва бьет требовавую, и, кстати, вот, если уж не дали слова, я бы договариваю, да, у меня есть короткое объяснение тому, почему вдруг именно сейчас нас обрадовали этим известием, да, потому что, а как выяснилось, Москва, наконец-таки смотрела, смотрела, и надоела смотреть на то, что делают муниципальные власти с похоронным бизнесом, потому что они его полностью выпусляли из рук. И вот идет сообщение о том, что теперь курировать похоронный бизнес будет Минстрой. Вернется лицензирование похоронных контор, которые сейчас работают без какой-либо лицензии. Вернется контроль над работой этих контор, вернется контроль над распределением, выделением земель под эти вещи, значит, и вообще контроль над как бы соблюдением закона о похоронном деле. И это все произойдет вот-вот, понимаете? И я думаю, что вот именно то, что через, может быть, месяц или два вся вот эта вольница прекратится, и подвигло каких-то бизнесменов, каких-то администраторов на то, что, а пока не началось, а не от хватительного кусочек, на потом, понимаешь? Ну, то, что в этом деле, в грустном деле и жизненном деле надо наводить все-таки порядок. Ну, смотри, вот по оценкам того же Минстрой, в Москве леваком по похоронным делам бегает 10 миллиардов долларов в год. И эта сумма растет каждый год в связи с ростом цен. Поделим на нас так. Ну, да, поделим на 10, умножим на полтора, умрем все-таки чаще. Ну, скажем, это те деньги, за которые стоит побиться. Вот у меня что больше всего тревожит. Я все-таки верно тебя поняла, что, в принципе, вопрос у человека выбора – это реально. Но почему сейчас крематорий, да, почему вот именно в этом уголке города, который так страдает от экологического, я так думаю, проблем, да? Ну, тут, я думаю, есть кому сказать по уголку этого города, да, то есть я как бы пропущу этот момент, да, вот Галина, например, она прекрасно знает. Города хорошо знаком, да, Галине Пестовой, которая представляет Бехемзавод. Вы наверняка держите руку на пульсе жизни, у вас такой сосед появляется, это не вызывает оптимизма. Да, мы знаем, что Андрей Катаев, он очень долго подходил к вопросу поиска земли, да, на котором будет строиться вот такой вот объект. Сам проект, он планировался 4-5 лет, по-моему, и вот, наконец, такая земля, да, она нашлась. Нашлась она, как ни странно, по соседству с Бехемзаводом, по адресу Луганская, по-моему, 14А, то есть это в непосредственной близости от БХЗ. То есть если вы глядете из окошечка, да, мы можем увидеть, вот, наверное, в 2015 году вот такой вот крематорий. Похоже, дитя закона вас не особо радует будущее. Ну, то, что касается нас, да, Бехемзавода, сотрудников Бехемзавода, мы, конечно, выступаем против, потому что, как вы знаете, мы все-таки позиционируем себя как экологически ответственное предприятие, да. У нас постоянно проходят проверки всевозможных экологических инстанций, и, насколько вы знаете, что пока нареканий к нам нет, да. Но мы все-таки опасаемся вот строительства такого объекта в непосредственной близости к нам, потому что я могу с уверенностью сказать, я изучала этот вопрос, и я обращалась также за мнением к всевозможным экологическим специалистам, которые однозначно говорят о том, что, конечно, строительство данного объекта с экологической точки зрения это просто небезопасно. То есть выбросы по-любому будут, да. А так как жилой район, он расположен совсем рядом, по-моему, это 300-500 метров от нас, от крематория, да, получается, при определенной розе ветров все вот эти запахи, они пойдут на жилые дома. И поверьте мне, что жалобы они будут. Жалобы они будут и в администрацию, и в экологические службы, да. А по старой памяти я могу сказать, что, скорее всего, жалобы пойдут на БХЗ. То есть все стрелки будут переводить на вас, именно это вас и волнует. Поэтому строительство вот такого объекта нам вблизи, вот вблизи нас, вблизи БХЗ, мы, конечно, очень против. Вот то, что, Галин, касается вопросов экологии, ну, что называется, авторы этого проекта, строительства крематорий, они утверждают, что будут самые современные технологии, современные печи, и экологические вопросы вообще не должны беспокоить город. Их главный аргумент. Дело в том, что на самом деле экологическая проблема, она существует, потому что при сжигании тел выделяется ртуть из запломбированных зубов трупов, да. А это уже, я думаю, что вызывает определенные вопросы. Поэтому здесь необходимо уделять должное внимание экологии, а именно устанавливать ртутные фильтры, которые являются очень таким затратным делом. И немногие даже европейские страны, где установлены вот эти вот крематории, они не все могут себе позволить вот такое дорогостоящее оборудование. Поэтому то, что относительно нашего города, да, я не думаю, что у нас там будут действительно установлены вот эти вот дорогостоящее фильтры, которые... Да, у нас, я говорю, здесь дома, они находятся очень близко, да. Поэтому я, наверное, не позавидую жителям вот этого юго-западного района, да, которые, так скажем, окажутся в непосредственной близости к такому объекту. Ну, я почему-то уверена, что житель юго-западного района еще выскажет свое мнение. Вот, ну и, наверное, хочется сказать о том, что если в советское время, да, у нас администрация не учитывала мнение при возведении каких-то объектов, то сейчас, конечно же, мнение общественности необходимо учитывать, да, потому что администрация должна понимать, что те же жалобы, они пойдут прежде всего и на администрацию, и в экологические службы. А это не есть хорошо, поэтому... Поэтому мы сегодня здесь в студии ведем такой разговор. Вопросы скептика. Вы проведили опросы, и какие данные этого опроса? Значит, по результатам опроса у нас получилось, что 27% голосов было отдано за ответ «да», 49% пользователей ответили, что здание для сжигания покойников в Кирове нам не нужно, и 22% респондентов выбрали ответ «мне все равно», но я думаю, что 22% — это те люди, которые, наверное, не в теме, да, которые не представляют, что такое крематорий и не знают там последствия, которые может нести вот... Если говорить о возрастном составе вот тех, кого вы опрашивали, есть какие-то тенденции по возрасту? Ну, знаете, это самая, наверное, различная возрастная категория, там, начиная от студентов и заканчивая уже жителями, которые... Я просто читала тоже отклики в интернете, но чего уж у нас, как сейчас, какая программа без интернет-отзывов, да? Мнения-то ведь очень разные. Например, молодая аудитория, весьма демократичная к этому относится. Мнения, на самом деле, очень разные, но так как такой объект в нашем городе строят все-таки, собираются строить впервые, я думаю, что многие люди просто не понимают тех последствий, которые могут быть уже по результатам строительства вот такого объекта. Они в самом несчастном юго-западном районе, в котором вечные проблемы, там, с розовитов и все прочее. Сам же Быков, да, вроде бы как бы разрешение есть, но он говорит о том, что вроде бы крематорий и нужен, да, но для нашего города это никак не актуально, потому что если мы сейчас посмотрим на опыт тех городов, где крематорий уже построена, это, к примеру, наши соседи Нижний Новгород, да, там также общественность выступала резко против строительства такого объекта, и сейчас мы видим, что всего лишь 5-10% людей, которые готовы пользоваться услугами крематория. И так как у нас мы все-таки в большинстве своем христиане, да, и мы... Православные традиции, поклонения, захоронения. У меня есть предложение, Галина. Да, мы не готовы. У нас есть мнение отца Александра Балыбердина на эту тему. Предлагаю сейчас послушать, а затем продолжим разговор. Мое мнение не является мнением гадской епархии, тем более не является мнением всей русской православной церкви. Это мнение священника, жителя города, который живет в городе, у которого живут здесь родные и близкие, и которые стараются как-то осмыслить все, что происходит в городе, в категориях Евангелия прежде всего. Мы христиане, мы иначе не можем мыслить. А также в категориях традиции, православной традиции, потому что мы являемся наследниками православной традиции, которую нам передают жители нашего города, основавшие этот город 8 веков назад. Что я могу сказать? Прежде всего, тем, кто думает над этим, надо понимать, что в традиции православной церкви погребать человека, в традиции православной церкви, человека погребают в земле на кладбище, не потому что у нас много земли, а потому что само место от погребения и все, что связано с погребением усопшего, это является частью нашего отношения к миру, отношения к миру видимому и миру невидимому. И поэтому сама традиция погребения, она связана с традицией последующего поминовения усопших. Мало погребстил усопшего, надо поминать его по-православному, надо понимать, что человек не перестал быть, что человек по-прежнему живет. Он живет в недоступном для нас сейчас мире, но он живет. И как нам говорит апостол, и как нам говорит Евангелие прежде всего, сам Господь говорит, наступит час, когда мы все снова встретимся, когда мы все предстанем пред Богом, и это будет день страшного суда. И все усопшие, независимо от их способа погребения, они будут, они воскрешены и предстанут перед Богом. Поэтому само погребение в земле, и особенно традиция посещения в родительские дни, например, в приближающуюся Троицкую родительскую субботу, в другие родительские дни, сама традиция посещения кладбища, это лишь часть вот этой традиции поминовения усопших. Это часть, очень важная часть христианской жизни. Поэтому я бы предложил и смотреть на этот вопрос о строительстве или не строительстве крематория не с утилитарных целей, а именно с этой точки зрения. Как нам сделать так, чтобы мы оставались христианами, чтобы мы могли проявить нашу любовь к усопшим. Вот когда мы приходим в родительские дни на кладбище, когда мы прибираемся на могилках, когда мы ставим памятники на могилах наших родных и близких, а особенно когда мы ставим на них кресты, когда мы совершаем литии, поминовения, панихиды, даже когда мы просто приезжаем на место погребения, мы проявляем тем самым любовь к тем людям, которые нам дороги. Даже бывают иногда люди погребены в другом регионе, но люди все-таки такую любовь имеют к родственникам, что они уезжают, берут отпуска на работе, они свой отпуск, тратя свое время, которое могли бы потратить на себя, они вместе с детьми едут далеко за многие километры, чтобы побывать на могилке мамы, папы, бабушки или дедушки. Разве это не свидетельствует о любви? Понимаете? Вот в данном случае строительство крематория – это попытка утилитарно решить очень прагматичный вопрос. Причем вопрос совершенно надуманный, потому что мы все прекрасно понимаем, что в России сегодня очень много земли, и поэтому организовать место нового погребения не так-то сложно. И мы рассуждаем обо всех этих вопросах, как бы сделать так, чтобы могилки не было, чтобы у меня в шкафчике стояла урна с прахом покойных, моих родных. Мы рассуждаем из нелюбви прежде всего, из духовной лености, из нежелания поминать этих людей, вспоминать этих людей, приезжать к ним на могилке. Вот что движет нами на самом деле. Нами движет нелюбовь. А нелюбовь, как вы понимаете, это очень страшная сила, которая однажды в конце, как и говорит нам Христос, она положит конец этому миру. Поэтому вот подобные инициативы о строительстве крематория при наличии достаточного количества земли, они, на мой взгляд, приближают конец мира. Потому что они способствуют охлаждению любви и между христианами, и в мире в целом. Вопросы скептика Ну что ж, мы продолжаем наш разговор, возвращаемся в студию. Это программа «Вопросы скептика». Мы обсуждаем тему строительства крематорий в Кирове. Только что выслушали мнение отца Александра Балыбердина. И сейчас, я думаю, что присоединится к разговору еще один гость, юрисконсульта Артем Погудин, который тоже вплотную занимался этим вопросом. Вот существуют какие-то юридические нормы? На каком расстоянии от жилых районов должен находиться крематория? Ну, я не знаю, там, вынесен за город или нет? Вот некие такие правила, юридические, законодательные моменты. Проясните, пожалуйста. Да, действительно, такие нормы имеются. Имеется, значит, у Биохимзавода своя санитарно-защитная зона, которая в настоящее время составляет 1200 метров. Само собой, в советское время, когда строился завод, эта санитарно-защитная зона была еще больше. И любое строительство, вообще любого объекта в санитарно-защитной зоне, оно запрещено. Причина в этом простая. У завода, как у любого промышленного предприятия, есть свои источники выбросов. И на сегодняшний день складывается ситуация, что в районе Луганской у нас, помимо Биохимзавода, его санитарно-защитной зоны, находится ряд предприятий, такие как ТЦ-4, Красногорский, которые имеют свои самостоятельные источники выбросов. Другое дело, что, конечно, все эти источники выбросов и загрязняющие вещества, которые сбрасываются, они уже в настоящее время зафиксированы, они уже все описаны, изучены. Но неизученным остается их совместное воздействие на природу, на окружающую среду, и в том числе на человека. И это в том числе приводит к тому, что в юго-западном районе города Киров возникают так называемые запахи. И вот само собой понятно, что все показывают пальцем на Биохимзавод и говорят, что причина запахов именно данное предприятие, в то время как вполне очевидно, что причина запахов может быть именно в том, что вот эти загрязняющие вещества соединяются между собой и вызывают вот этот неприятный запах. И ведь складывается такая ситуация, что жалобы на Биохимзавод поступают не только с юго-запада, но и с центра, и даже с Нововятского района города Кирова. Также свои пять копеек хотелось бы внести по поводу выбора места. Ведь если мы посмотрим на тот участок улицы Луганской, он достаточно необустроен. И понятно, что крематория будет строиться без каких-то там ритуалов, только будет стоять печь, но даже пройти к крематорию на сегодняшний день – это большая проблема, потому что нет ни тротуаров, нет ни освещения. И как люди будут добираться до этого места – это вопрос, в принципе, открытый, это вопрос к городским властям. Вы, так сказать, законодательные акты осветили законодательную базу, а чисто по-человечески, а? Вот как отношения, Артём? Чисто по-человечески отношения, но… Съемы смертные, да? У всех случается, ну, что называется, не дай бог, но бывает. Ну, наверное, да, крематория нужен, но, наверное, не в этом месте. Не в этом месте, и, может быть, пока даже не в это времени. То есть Николаеву полностью в данном случае поддерживать его позицию? Нет, ну, Артём, я вот тоже должен совершенно согласиться, что он как таковой, да, ну, почему бы и нет, да? Крематория – это один из видов, оговорённых в законе существования вот этого похоронного дела. Но, понимаете, когда он возникает всё-таки, хотя там вроде бы считается уже окраина, да, но это всё-таки окраина города, там есть жилые дома, хотя и в каком-то отдалении. И вот этот пейзаж, который там виден из этих окон, да, он и так-то достаточно уныл, да? Вот я с уважением отношусь к биохимзаводу, но я бы не хотел с утра просыпаться и видеть, скажем, завод. А сейчас появится ещё одно учреждение, тоже с трубой. Знаешь, такой разговор с утра, Тань, да, вот? Мамочка, у нас там новая фабрика открылась, а что там производят мама, и что мама будет отвечать? Дорогой мой, милый. Не будем там квартиры покупать. Вот. Да там, понимаешь, как бы, получается... В общем-то, северное направление, кстати, развивается, застройка там сейчас мощная идёт. Рано или поздно оно будет развиваться, даже если сейчас оно каким-то образом притормозилось. Потому что вот у нас всё равно рождаемость-то в городе высокая, и квартир-то нужно больше, чем могил. Слава Богу. Вот. И рано или поздно в этом районе этот вопрос встанет. Это даже с точки зрения... Не то чтобы законодательный, да, или там... Это с точки зрения этическое. Это просто неправильно. То есть если это учреждение делает, то где-нибудь выносить его, ну, достаточно далеко за город. Люди на машинах, по-хорошему шоссе, пожалуйста, красиво, всё. Ну, вот, кстати, ещё один участник разговора, только не тот, который в студии, а готов выйти с нами на связь, продолжает эту тему, которую только что затронул Николай. Это представитель у нас немало же ритуальных услуг, ООО «Ритуал», директор такой компании Андрей Толмачёв. Крематория выделялись городам с населением более двух миллионов. Более двух миллионов. Дальше по СНИПу предъявлялись требования, что крематорий должен находиться не менее пяти километров от городской черты. Там же должны быть газопровод, отопление, очистные сооружения. То есть очень серьёзное требование от экологов. Я не знаю, почему здесь экологи у нас разрешили в городе. Потому что даже при, как бы, согласии местного самоуправления, местного самоуправления, итог крематорий должен располагаться в трёх километрах от жилой зоны. Это самые вот такие уже нормы, которые у нас 500 метров. Сейчас заключают договоры будущий владелец Катаев, господин Катаев. Он уже приходил в некоторые больницы, заключает договора на сжигание отходов, то есть ампутации. То есть руки, ноги, печень, там что-то ещё, это сжигание. Сейчас это у нас есть, для этого у нас уже есть. Печи, которые у нас, значит, поставлены на Костинском полигоне. Там есть такая у нас фирма, экологическая инициатива. У них там стоят печи, они это сжигают. То есть у нас необходимости нет. И они за городом, всё нормально. А если они будут сжигать, то тогда другие нормы, когда сжигают вот эти руки, там больную печень, там, в общем, больные органы, то предъявляются вообще другие требования. Это только за чертой города. Не менее трёх-пяти километров от черты, от городской черты. А если он сейчас уже заключает договора с больницами на сжигание отходов, то есть вы представляете, что экология не имеет права разрешить строительство крематория в черте города. Тем более, а на этом месте вообще он просто, ну, давайте будем исходить из этого. Смысл этого крематория? Сжигать руки-ноги у нас есть, у нас уже сжигают, о, экологическая инициатива. Сжигают и шприцы, сжигают и всё, 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 всё. Тела сжигать, извините, это не православная вера, чтобы для сжигания тела, как ведь говорит нас наша православная вера, что из земли пришло, то в землю и ушло. Вопросы скептика. Ну что ж, вопросы скептика снова возвращаются в студию. А вот вам не кажется, что мнение Андрея Толмачёва, которого мы только что выслушали, наталкивает ещё на такую мысль, ведь ритуальный бизнес сейчас это огромная конкуренция, и, может быть, просто ритуальные службы боятся этого? Кстати, Коля, что ты думаешь об этом? Нет, ну, конкуренция, она, безусловно, есть, но давайте, вот уже Галина начала этот разговор, в том же Нижнем Новгороде услугами крематория пользуется 5-10% населения. Безусловно, никому не хочешь, чтобы у него откусили 5-10% рынка, 5 или 10% рынка, но это всё равно не тот процент, если в Москву брать 10-15%, который как бы определяет состояние дела в этой отрасли. У нас ведь как? У нас, кстати, один из аргументов в пользу крематория, то, что у нас не хватает места для кладбищ. Вот-вот, об этом я и хотел сказать. Главный причин аргумент. Но, если мы таким образом как бы загружаем только 10-15%, я уж не знаю, как сказать, погибших, умерших, усопших, да, остальные 85% всё равно требуют кладбищ, и всё равно эти кладбища надо искать и находить. То есть проблема кладбищ за счёт строительства крематорий совершенно не ликвидируется, а возникает вот ещё целый круг проблем, о которых мы сегодня говорим. Так, может быть, и не стоит. Николай, я бы хотела, наверное, вам возразить. Я не думаю, что у нас есть на сегодняшний день проблема, так скажем, с территорией. Давайте посмотрим, сколько у нас пустой территории в Кирове, в Кировской области, да, то есть территории, которая не задействована ни подо что. Те же самые свалки, нелегальные свалки, да, то есть они находятся на территории, которая не используется. А почему бы эту территорию нам не использовать под те же самые кладбища? Население у нас не готово сейчас пользоваться услугами крематория, да, это 5%, я думаю, в нашем городе эта цифра будет ещё меньше, да, ещё меньше, да. Это очень традиционный город. Потому что, да, и если мы возьмём опыт, там, скажем, европейских стран, США, да, то там действительно, там это дело, оно пользуется спросом, потому что там где-то около 85-90% людей, которые вот готовы пользоваться услугами крематориев. У нас нет, у нас ситуация, она полностью противоположная. Ну, не кажется ли вам, что, может быть, подогрело тему ещё то, что закрыто новомакарьевское кладбище, когда у многих близкие люди захоронены там, а когда новое кладбище появляется совершенно в диаметрально противоположном направлении, когда до них трудно добраться, хотя и говорят, что там безумные деньги, 240, по-моему, миллионов или сколько-то выделено вот на новое кладбище, да, ну, вот, может быть, на этой теме вот и возникла тема, опять же, крематория, когда это просто будет удобнее для людей, чисто по-человечески. Татьяна, это же тоже вопрос постепенной привычки, когда ты новомакаревское кладбище, многие говорили, на новое макаре не хочу, хочу только на старое, да, то есть это вопрос, опять же, той же традиции, там, старое кладбище, там, в посёлке, в Красном, в селе где-то ещё, то есть, когда старое кладбище закрывается, всегда возникает вот эта вот тема, да, потому что, ну, кто-то чисто исторически... Ну, к новому надо привыкнуть, я понимаю, конечно. И к новому точно так же, я думаю, пройдёт какое-то время и привыкнут, и это кладбище, я говорю, не последнее, я даже думаю, на нашей жизни, которое придётся построить, но совершенно, Галин, право, Галин, это не моё было мнение, что земли не хватает, я просто говорю, это один из аргументов тех людей, которые говорят, что не хватает земли, давайте построим крематорий, вот, и я думаю, что вот на самом деле этих участков очень много, это мы все видим, когда просто за пределы города попадаем, совершенно не используем меня в своём участке, я думаю, что постепенно мы привыкнем к новому, к этому вот Федяковскому кладбищу, да, и к следующему, которое появится, никуда не деться от этого. Да, и здесь же, наверное, опять же хочется сказать, что в тех же самых исламских государствах, территория, которая гораздо меньше, да, по размерам России, там они, там у них почему-то такой проблемы не стоит, то есть там они используют вот те же самые могилы, используют их многократно, да, то есть они дозахоранивают в те же самые могилы, то есть я думаю, здесь можно посмотреть и на опыт, каких-то других государств, да, использовать этот опыт, почему бы нет. Мне кажется, Галина поднимает очень важную тему ещё, в общем-то, культура наших кладбищ. Вот это уже тоже такой пласт, когда мы приходим, эти оградки, эти бесконечные не пройти к могилам, когда какой-то, ну, элементарный захват вот такой территории, я понимаю, люди думают о будущем, вот, да, вот семейном, может быть, захоронении, но вот у меня вот этот вопрос вот культуры кладбища я считаю очень актуальным, кажется, и важным. Поэтому, может быть, это тоже аргумент в сторону тех, у кого, кто бы хотел воспользоваться услугами, ну, вот, не знаю, так можно сказать, крематория, да, когда, ну, например, ну, стена памяти или что-то такое. Вопрос ведь ещё о Татьяной традиции, то есть если на сегодняшний день, когда мы пользуемся кладбищами, да, и наша родня приблизительно представляет этот похоронный процесс, а всё-таки родня будет заниматься нашими похоронами, упаси Божия, то... Да, чего, постучим, тут немножко... То всё-таки в отношении крематория таких традиций на сегодняшний день ещё нет. И вот эта модель поведения, вот эти, как действовать, ещё не совсем понятно, в отличие от тех же кладбищ. Ну, это вот и вопросы традиций. Вопросы традиций, потому что, как Галина правильно заметила, в каких-то странах этим пользовались 85%, но в этих странах крематории существуют уже сотни лет, да, сотни лет, и это уже вошло в культуру народа. В нашей культуре пока этого нет. И даже то, что... Вот в Москве же существовал крематорий и в советское время, да, то есть достаточно давно. И тем не менее, вот этот рынок похоронных услуг, он не занял. Ну, да. Вообще-то цифра 13, всего лишь 13 городов имеют крематории. Ну, это на самом деле, согласитесь, не самый актуальный вопрос для очень многих городов, когда... Ну, вот есть территория, территории очень скоро будет не хватать, и вдруг оказывается, что на территории находится вот на самом деле не спортивный какой-то комплекс, а в том-то районе как раз что-нибудь вот такое у вас, чтобы веселее было, да, чтобы люди хотя бы какое-то видели движение, какой-то воздух. А там, оказывается, уже крематория. Я не думаю... Кстати, вот хочу зацепиться немножко, я тоже сказала, ко всему новому, привыкаем постепенно и медленно, ну, может быть, это тоже войдет в нашу жизнь, никуда от этого не уйти. Вот так-то, вот так-то, да. Пусть она ходит, просто. Давайте определимся с самого начала. Ну, не напрягает окружающий город и людей. Ну, что? Все-таки, я так думаю, как надо. О здравии, да, вот кончить программу, хотя говорили сегодня о человеческом, о грустном. Мы, наверное, выплеснули, высказали какой-то такой пласт мнения, тем более социологический опрос Галина Пестова привела. И мне почему-то кажется, что к этой теме еще, наверное, город вернется. Вернется, потому что это действительно волнует и задевает многих. А все-таки будьте здоровы. Я сегодня скажу всем участникам нашей программы Николаю Голикову, Галине Пестовой, Артему Погодину. Это была программа «Вопросы скептика». И мы говорили о таком житейском, в общем-то, вопросе строительства крематория в Кирове. Долгой жизни. До свидания. Всего доброго. До свидания. Вопросы скептика.